Сергей, давайте, может быть, обсудим ситуацию с опросами Левады-центра по СВО. Давайте, давайте. Как вы считаете? Вот смотрите, вот условия, да, в условиях авторитаризма, вы говорите, что это еще не полноценная диктатура, что это авторитарный режим. Я с вами соглашусь, что действительно авторитарный режим, плавно переходящий в диктатуру. Но, в сущности, смысл от этого не меняется. В условиях тотальной пропаганды, так называемого СВО, этих расплывчатых целей СВО и невероятной поддержки так называемого президента России Владимира Путина, который, в сущности, еще при жизни затеял эту войну, поддержки в российском обществе нет совсем. Мы с вами прекрасно понимаем, что те 75%, плюс-минус 50 и плюс-минус 25, которые высказались касательно того, что СВО скорее вредит России, чем помогает, и те 25%, которые сказали, что они не имеют собственного мнения. Не иметь собственного мнения в этой ситуации, это фактически отрицать мнение властей. Я думаю, что вы со мной согласитесь по этому поводу. И 25%, которые принудительны. Большая часть из которых все равно были вынуждены высказать поддержку нынешней власти в качестве того, что СВО якобы помогает России и выгодна России. Но ведь 75% фактически показали большой-большой кукиш нынешнему российскому руководству и сказали, что, несмотря на то, что, еще раз повторяю, опрос проводится в условиях тотального авторитаризма. Что это такое, по вашему мнению? Да, я с вами здесь согласен, что, во-первых, люди, которые жили при Советском Союзе, помнят, как в Советском Союзе все ходили на партсобрания, на комсомольские собрания, а когда Советский Союз развалился, никто не вышел его защищать. Включая Путина, кстати, и включая офицеров КГБ, которые давали присягу его защищать с оружием в руках. И здесь то же самое. У меня, в общем, СВО, вы знаете, у меня все-таки первое образование экономическое, и поэтому я на цифры гляжу, прежде всего, такие в экономике. И в экономике, если вы посмотрите, то на СВО набирали добровольцев, так сказать, за деньги, которые идут воевать, сначала за 2000 долларов, а сейчас за 35 тысяч долларов не могут найти. И это уже о многом говорит. И мы знаем, например, что громче всего кричат в поддержку СВО, опять же, старые пердуны советские, которые знают, что их-то не пошлют на эту СВО, их-то не пошлют на фронт. И они практически призывают Путина уничтожать молодое поколение и среднее поколение Российской Федерации. Кстати, это и происходит. Путин уничтожает собственный народ и уничтожает собственную страну, прежде всего, а потом уже Украину. Это, кстати, немножко раздражает нашу украинскую аудиторию, которые говорят, не надо сравнивать Россию, так сказать, и выставлять ее жертвой. Хотя на самом деле жертвой Российской Федерации является путинской и является первой жертвой, а потом уже Украина. Потому что, прежде всего, как глава российского государства, он должен заботиться о развитии собственного государства, а он его уничтожает. Абсолютно с вами согласен, Сергей. Абсолютно согласен. В этом свете видно невооруженным глазом в этот раз. Мы уже публиковали неоднократно опросы ФСО. Так вот, даже опросы Левада-центра показывают, что нет никаких 70-80% поддержки у так называемого Путина. Их просто нет. Их просто не существует. Все, кто поддерживает Путина, поддерживают так называемое СВО. Все без исключения. Эти мнимые 25%, которые в условиях тотальной, еще раз повторяю, тотального авторитаризма, тотальной пропаганды и фактически, фактически, отсутствия, полного отсутствия свободы слова, говорят о том, что они поддерживают СВО. Это и есть условные эти 25%. Теоретически максимальное количество людей, которые поддерживают Путина. Их нет, я вас убираю, и 25%. Реальная поддержка где-то в районе 12-13%. Это люди, которые фактически при любой власти поддерживают власть. Есть в любой стране определенный процент людей. Он варьируется от одного народа к другому, от одного населения страны к другому восприятию своего руководства. Так вот, есть процент людей определенных, которые всегда голосуют за действующую власть. Всегда говорят и искренне, наверное, в глубине души поддерживают действующую власть. Ну, потому что считают, что власть хороша, какая есть. Ну, вот за них, значит, и будем голосовать, и будем поддерживать в любом случае. В случае с так называемым СВО, вернее, войной, конечно, мнение российского народа, это категорическое нет. Категорически. И, как ни крути, на это вынуждена озираться нынешнее российское руководство. И, конечно, то, что на сегодняшний день опрос Левада-центра стал открыт для широкого круга лиц, это важный шаг, как по-вашему, Сергей. — Да, я считаю, что это, кстати, продолжение той самой войны, о которой мы с вами тоже неоднократно уже говорили, потому что идет, даже внутри этой авторитарной власти, идет некое противостояние, то есть есть лагерь. Нельзя сказать, что это лагерь мира, нельзя сказать, что это лагерь голубей, которые вообще против войны и которые хотят ее закончить. Они хотят ее закончить по другим совершенно причинам. Это потому что лагерь, ну, так сказать, более рациональных ястребов, которые не хотят такой дурацкой войны, такой идиотской войны, которая на самом деле убивает Россию, в том числе и для них, потому что они не могут, они находятся под санкциями, они не могут ездить, они не могут посылать своих внуков и сыновей и дочерей за границу, они не могут пользоваться своей зарубежной недвижимостью, они не могут пользоваться своими яхтами, их жены не могут делать шоппинг в мировых центрах и так далее и тому подобное. И вот эти, так сказать, эти силы, они на самом деле довольно успешные. Кстати, мне кажется, что именно эти силы обеспечивают, кстати, неприкосновенность Валерия Дмитриевича Соловья, который прямо вот из Москвы вещает те же самые мысли. Ну, в том числе, в том числе. Сергей, я с вами согласен, что касательно тех причин, которыми руководствуются эти люди, и хочу еще добавить, что они прекрасно понимают, что Россия – это ненадежный островок нахождения в целости и безопасности сохранения хоть каких-то ресурсов. Ненадежно. Нынешняя ситуация в экономике, вы правильно абсолютно говорите, и в финансовой сфере, и вообще во многих, во многих сферах близка к критической. То, что нынешнее руководство финансово-экономического блока не просто прогнозирует, не просто предрекает, а гарантирует вхождение в кризис, которого еще не было со времен распада Советского Союза, экономический и финансовый, о том, что вынуждено будет нынешнее руководство финансово-экономического блока блокировать вклады граждан, это фактически, еще раз повторяю, фактически решенный вопрос. Это вхождение в кризис – это неотвратимая перспектива. И прекрасно понимают те люди, которые сейчас выступают, вы правильно абсолютно говорите, из рациональных позиций. Это не говорит о том, что эти люди действительно миротворцы и всегда были за мир. Нет. Они действительно выступают руководство с рациональными позициями и понимают, что в случае действительно экономического кризиса, который может привести к катастрофе, буквально катастрофе в экономике, буквально катастрофе финансовой системы, можно себе представить социальное напряжение внутри страны, когда будут заблокированы вклады граждан. Мы прекрасно понимаем, что это приведет к определенной точке кипения. Эта точка кипения может, может ли эта точка быть крайней точкой, привести к тому, что будут практики, практики митингов, практики сопротивления уличного. Ну, теоретически может. Но я думаю, что это опять-таки не конец. Это опять-таки не будет краем. Будут еще ряд событий, которые приведут к тому, мобилизация, например, если не дай бог Путин на нее решится. В том числе, в том числе, вы абсолютно правильно, Сергей, говорите, абсолютно правильно, в том числе мобилизация, в том числе и, опять-таки, действия западных партнеров Украины могли бы привести к возникновению таких точек намного быстрее, чем к этому придет российское руководство самостоятельно. Но, тем не менее, все это будет, все это будет, без всяких сомнений. А вот давайте поговорим по поводу западных партнеров. Потому что на этой неделе состоялись очень важные вещи. А именно, мы все ждали Рамштайна, который должен был проходить 12-го числа в Германии на высшем уровне. Туда должен был приехать Байден, туда должны были собраться все руководители государств и правительств, стран, которые поддерживают материальную Украину в войне ее против Российской Федерации. И вдруг Байден объявляет о том, что он не едет. И Рамштайн отменяется. А Зеленский уже поехал в Европу. То есть, он устроил, кстати, саммит Украина, страны Восточной Европы, где, в том числе, и Сербия подписала совместный документ, осуждающий агрессию Российской Федерации. То есть, там довольно значимое событие было, которое, к сожалению, очень мало освещалось. Вот. Потом ему ничего не оставалось, поскольку он уже оказался в Европе сделать просто такой вояж по главным западным партнерам, а именно он съездил в Великобританию, где встретился с новым премьер-министром, а также с новым генеральным секретарем НАТО. Потом он был во Франции и встречался с Макроном, потом он был в Италии, встречался с Мелони и с Папой Римским, и закончил все это дело в Германии, где встречался с Шольцем. И вдруг нам объявляют, что Байден все-таки едет в Германию только 17-го числа. Да, и опять-таки он едет в Германию, но Рамштайна не будет. Да, но Рамштайна не будет. То есть это будет просто тот самый государственный визит, который намечался. Кстати, есть сомнения, что он будет в формате государственного, но, так сказать, Байден как бы хочет все-таки отметиться своим официальным визитом в Германию. Ну, давайте опять-таки отметим, что Байден на сегодняшний день является уже хромой уткой. Да, конечно, и хромой уткой, и фактически бывшим президентом США, президентом, но все-таки уже фактически бывшим, у него шансов остаться на президентском посту, скажем так, очень иллюзорны. Мы можем предположить какие-то экстраординарные события, которые позволят ему какое-то время продлить свое существование на посту президента, но практически гарантированно в январе месяца следующего года Америка будет жить с новым президентом. И после избрания президента, новый президент, который вступит в свои полномочия в январе следующего года, уже будет считаться избранным президентом. И, конечно, все внимание будет переключено на него, ну, или на нее, в зависимости от того, кто выиграет. Не суть важна. Но Байден на сегодняшний день уже, безусловно, скажем так, глобальные вопросы, видимо, не хочет углубляться в их решение. В сущности говоря, Сергей, как вы считаете, смотрите, давайте немножко вернемся в этом плане, Зеленский встретился с Макроном. Как я понимаю, никаких особых договоренностей, кроме там каких-то там, вроде как, объявили о поставках как Сюзанна, да, по-моему, называется французские, французские пушки, если не парень. Цезарь. Цезарь, да, точно Цезарь. Сюзанна, это не французский, точно Цезарь. И вот они, там какая-то поставка небольшого количества. Ну, плюс самолеты, которые Франция обещала. Мираж, да. Старые Миражи 2000, которые она обещала в этом году, а теперь сказала, что в следующем году все это дело будет. Да, действительно, встреча с Макроном была, в общем, такая абсолютно формальная, в очень небольшом формате. Причем, меня удивила, знаете, еще какая штука, что вот по идее Макрон знает, что к нему приезжает Зеленский, да. И вот для картинки было бы интересно вместе с ним приехать в ту украинскую бригаду, которую Франция готовит и которую Франция вооружает. Накануне приезда Зеленского Макрон один туда едет. Он едет туда один, без Зеленского. Вот. И это проходит, эта картинка проходит по французским СМИ. Да, не первым планом, конечно, потому что у нас тут свои внутренние проблемы, у нас бюджет начинает обсуждаться. Вот. И для французов, конечно, это гораздо более важно, чем все разговоры о геополитике. А когда приезжают Зеленский, то, в общем, совместной пресс-конференции нету, они просто выходят во двор Елисейского дворца, где под дождиком минут пять чего-то там немножко говорят, и причем видно совершенно, что, в общем, там нет никакого, скажем так, особого отношения ни Макрона, ни Зеленского, просто такой дежурный выход к журналистам. Да, действительно. И, кстати, самый большой показатель, ну вот канал телевизионный, на котором я работаю, у нас вечерний эфир с 10 до 12 ночи, и в международной части этого эфира мы даже это не обсуждаем. Причем я в редакции, так сказать, перед этим писал, что, наверное, надо там слов сказать, что Зеленский был во Франции. Редакция решила, что это не то событие, которое заслуживает обсуждения. Да, и Сергей, наверное, визит к Шольцу второй позначимости, или даже первой позначимости, наверное, в этом контексте. Я говорю, почему первой, потому что Шольц в следующем году отказался передавать часть тяжелой техники для нужд Украины, мотивируя это тем, что эта техника останется для нужд бундесфер. Ну, первый даже по другой причине, потому что Германия является вторым поставщиком вооружения после Соединенных Штатов Америки. После Соединенных Штатов, все правильно, да. Поэтому, конечно, это существенный удар по поддержке Украины, и мы понимаем, здесь как бы не надо быть политологом, надо просто смотреть на события, и есть четкое и прекрасное понимание того, что Запад толкает изо всех сил Украину проводить переговоры с Россией, и договариваться о, как минимум, приостановке этого конфликта, ну, а еще лучше перейти в какую-то такую совсем-совсем холодную фазу. Я сомневаюсь, что, возможно, какие-то мирные соглашения с нынешним российским руководством, очень сомневаюсь, скорее подталкивают... А вот эта история со звонком Шольца, который то ли объявляется о том, что он собирается звонить, потом Путин сам говорит, что не собирается звонить, потом Песков говорит, что мы готовы, пусть звонят, но чего-то нам никто-то не звонит. Это вот вся история какая-то очень странная тоже. Дело в том, Сергей, что российское руководство безусловно понимает, к какому рубежу они подошли. Безусловно понимает. Речь идет не о фронте, речь идет о финансово-экономическом положении России в следующем году. Понимает, что грядет мощнейший кризис. Понимает, что этот кризис будет катастрофическим, если при этом будет еще и мировой кризис, который ожидают экономисты, которые ожидают того, что этот кризис будет идти из Китая. Сейчас Китай предпринимает какие-то меры по сдерживанию этого кризиса. Тем не менее, то, что кризис у нас тут ни у кого нет сомнений. Вопрос только, когда и какой силой он будет. Так вот, те прогнозы, которые есть, вот очень, скажем так, значимых экономистов, которые практически никогда не ошибаются, эксперты, дают прогноз, что если кризис, который будет в России, совпадет с кризисом, который пойдет из Китая, будет общемировым, последствия будут, так и говорят, катастрофические, но будет, возможно, в некоторых сферах они будут фатальны для российской экономики, для российской финансовой системы. Так вот, для того, чтобы выстоять в этой ситуации, безусловно, необходимо снятие санкций. Российское руководство не против вести переговоры о каком-то мире, о перемирии, но связывают это с отменой основного количества санкций. При этом они хотят, значит, удерживать какие-то территории. Запад, опять-таки, здесь не надо быть суперэкспертом, для того, чтобы посмотреть на то, что происходит. В принципе, не против любого варианта, лишь бы прекратилась война. Лишь бы война прекратилась, лишь бы их не трогали, не тревожили, по их мнению, и по мнению избирателей и в Европе, и в США с бесконечной помощью. И, значит, им, ну, откровенно говоря, да, мы это с вами уже не раз обсуждали, Сергей, война и обсуждение даже этой войны несколько надоело и ушло на второй, на третий, на четвертый план. Поэтому, конечно, Запад, безусловно, толкает Украину в переговоры. Россия не против этих переговоров. Но Запад не готов отменять санкции без согласия Украины на какие-то определенные, опять-таки, условия, при которых, в последнее время очень много вбросов в прессу и с, так называемым, да, с так называемыми гарантиями Украине и с вливанием в Украину сотен миллиардов долларов для того, чтобы Украину вооружить и сделать форпостом, да, в противостоянии с Россией, вернее, рубежом, рубежом, да, такой, своеобразной границей, которая будет, которая будет гарантировать и Украине, и Евросоюзу в какой-то степени, по крайней мере, в пределах границы, ну, или линии соприкосновения с Россией, будет гарантировать, значит, отсутствие побуждений у России продолжать эту войну, ну, по крайней мере, так предполагалось в одном из этих планов, которые были уброшены в прессу, и так далее, и так далее, их довольно много, и я так понимаю, представляю, что Запад на сегодняшний день тоже готов, в принципе, наверное, согласиться с любым планом, который будет теоретически воспринят Украиной в в ключе каких-то соглашений с Россией, но я на сегодняшний день не вижу ни одного из этих, не вижу реализации ни одного из этих планов, потому что украинское руководство, по-моему, как мне кажется, по крайней мере, не согласно идти на такие существенные уступки, которых требует Россия, и на которые подпалкивает Украину Запад, как по-вашему, Сергей? Да, я с вами согласен, потому что видно совершенно, что, в общем, их разговоры эти раздражают, видно раздраженная реакция и самого Зеленского, и его советников вокруг него, и которые пытаются компенсировать это. Кстати, это вот даже было во время той небольшой, того небольшого выхода президента Зеленского с Макроном во дворе Елисейского дворца, где просто Зеленский сказал, что вот распространяются такие слухи, это неправда, там, и так далее. Ну, вот, понятно, что такая война информационная на самом деле идет, вот, и Украина, в общем, устала немножко от этой войны, но проблема заключается в том, что ей же нужна помощь реальная военная на фронте, вот, а она не всегда поступает или поступает даже очень медленно и создает проблемы, плюс, есть реальные проблемы, конечно, на фронте с продвижением Российской Федерации, причем Покровск, это, в общем, становится довольно серьезная проблема для Украины, потому что Украина на Восточном фронте сейчас может потерять последние значимые угольные шахты, которые позволяют работать в металлургической промышленности Украины, а это треть практически экономики Украины. Да, ситуация действительно тяжелая и самое главное, что и российское руководство, и украинское руководство, как видно, по крайней мере, на сегодняшний день, считают, что время играет на них, что надо немножко времени, немножко поддержки, как считает украинское руководство, и можно выйти на более сильные позиции. То же самое считает российское руководство, которое считает, что надо еще немножко продавить фронт в каких-то местах, в том числе, прежде всего, конечно, в Донецкой области Украины, и попытаться занять какие-то новые позиции для того, чтобы иметь более сильные переговорные позиции. И та и другая сторона считает, что более сильные переговорные позиции возможно получить с течением времени. Ну и, конечно, мы с правой семьи видим раздраженную реакцию украинского руководства, Запада, и видим, что визит Зеленского в США с планом мира, ну, если Байден отменяет свое участие, вообще отменяет, фактически-то Байден отменил Рейнштейн после этого визита, ну, это говорит о том, что категорически, категорически не согласны лидера Запада и дальше поддерживать Украину, по крайней мере, в тех объемах, которые есть, что их не устраивает тот план мира, который привез Зеленский. Но я думаю, что в ближайшее время, в ближайшее время мы увидим развитие несколько иных событий в плане контакта украинского руководства с Западом. Есть для этого некоторые предпосылки. Есть впечатление, что после выборов в США реакция, причем никого бы не выбрали, Трампа или Харрис, ситуация с поддержкой Украины несколько изменится в лучшую для Украины сторону. Здесь, опять-таки, стоит обратить внимание и на нетерпеливые позиции российского руководства по поводу ситуации на фронте и действительно попытка занять Покровск, попытка занять несколько значимых позиций в Донецкой области для того, чтобы иметь... Опять-таки, не будем лукавить, знаем некоторые, скажем так, аспекты переговоров, которые ведутся через посредников на международной арене, предлагают обмен... Предлагали, вернее, в недавнем прошлом обмен российское руководство территорий Запорожской и Херцовской области на территории Донецкой области. То есть, фактически, оставить сухопутные коридоры, но обменять оставшиеся части Херсонской и Запорожской области на Донецкую и Луганскую области. На сегодняшний день российское руководство не может решить эту проблему самостоятельно, я имею в виду в военном плане, а украинское руководство, безусловно, отказывается обменивать украинские территории на украинские территории, для чего, собственно говоря, и была предпринята Курская операция для того, чтобы обменять российские территории на украинские. Но теперь после Курской операции российское руководство стало в пользу и категорически даже на международных площадках через посредников не хотят обсуждать какие-то возможности до освобождения Курской области. Окей, ну у нас еще будет возможность, естественно, в наших эфирах не раз вернуться к этому вопросу. У нас осталось немного времени до окончания нашего эфира, часового обычно. Давайте поговорим, наверное, о самой главной топовой теме на прошлой неделе. Это история с Рамзаном Кадыровым и история чуть не с революцией внутри Российской Федерации. Как вам все это дело? Да, безусловно, умелая рука Кремля, умелая как в прямом, так и в переносном смысле, разжигает новый конфликт на Северном Кавказе. Заявление Рамзана Кадырова о том, что он объявляет кровную месть представителям Ингушетии, представителям Дагестана, ну в сущности говоря, противостояние элит Чечни с элитами Ингушетии и Дагестана. Это, конечно, новая точка кипения в российском руководстве. На сегодняшний день, с одной стороны, как выгодное, так и невыгодное нынешнему российскому руководству. Я объясню, почему так. Выгодно, потому что цели СВО были расплывчатыми. Мы видим, мы уже обсуждали итоги опросов общественного мнения и в общем народ категорически против того, что СВО как-то положительно влияет на Россию. Понятно, что российское общество не поддерживает СВО, не поддерживают эту войну, считают ее деструктивной, считают санкции губительными для России, ну и в сущности общий климат имеется в виду и политический, и социальный экономически ухудшился в России. Для этого, конечно, надо СВО заканчивать и выходить. Это понимает российское руководство и, в принципе, как я уже говорил, готово покончить СВО только на каких-то там выгодных, по их мнению, условиях. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что как только СВО заканчивается, оно по объективным параметрам достаточно близко к своему завершению, по крайней мере к горячей фазе завершения. Для нынешнего режима в России, безусловно, необходима новая точка кипения для того, чтобы перенести внимание населения и для того, чтобы снять какие-то угрозы социального кризиса и внутриполитического кипения на какой-то раздражитель, пусть даже внутри страны, но локальный. Так вот, локальным раздражителем может служить конфликт между элитами, который может перевести в горячий конфликт, мне всяких сомнений, в локальный конфликт на Северной Кавказе. Если предыдущие две войны чеченские были в России не просто... Да, первая была глупой и невыгодной для российского руководства, то вторая чеченская война в сущности привела к власти президента России Владимира Путина и дала возможность развернуться тому режиму, который есть сейчас в России. Третья чеченская война... Ну, опять-таки, надо обратить внимание, что первые две чеченские войны были в сущности для Чечни гражданскими войнами, да, когда воевали элиты... Одни элиты Чечни воевали с другими элитами. Просто на стороне одних элит было российское руководство. И вот объединившись с одними элитами, значит, они просто уничтожили другую часть элиты. Сейчас внутренней оппозиции в Чечне для Кадырова практически нет. Но она реально задушна. Большинство людей выехали за границу, те, которые были в реальной оппозиции. Оппозиция чего-то внутри Чечни для Кадырова, ну, нет оснований. Но есть рядом Дагестан, есть Ингушетия, которая, еще раз повторяю, умелой рукой и в прямом и в переносном смысле Кремля, значит, перерастает в некое подобие на сегодняшний день холодного конфликта, но который мы прекрасно понимаем, что такое Северный Кавказ. Там достаточно одной искры, чтобы все запылало. Чтобы все запылало. И для российского руководства в плане возможности перенести внимание населения и перенос кризиса из Украины, скажем, на Северный Кавказ, с одной стороны, конечно, чреват возможной потери части территории Северного Кавказа, ну, как тут Чечня, например. Но и эта проблема, по сути, для Кремля не является проблемой. Они решат сразу, то есть, фактически одним выстрелом убивают двух зайцев. И решают проблему Чечни, отделяя ее таким способом. Ну, и объяснив населению, смотрите, зачем нам такой регион, который, значит, воюет с нашими другими регионами. Став в этом случае, да, как и в войнах первой, второй, чеченской, только в этом случае став не на сторону элит Чечни, а на сторону элит Дагестана и Ингушетии. И, да, с военной поддержкой, условно, еще раз повторяю, мы просто прогнозируем, что может быть, с поддержкой элит Дагестана и Ингушетии помочь просто решить так называемую, так называемую проблему с Рамзаном Кадыровым, отделив Чечню, задавив военное сопротивление, военные попытки решить, усилив границы с Чечнёю, просто отделив эту территорию сначала формально, а потом уже и законодательно от России. При этом аргументация у российского руководства будет проста и понятна. Смотрите, мы присоединили четыре региона из Украины, они по территориям гораздо больше, чем Чечня, никаких потерь особых Россия не получила, она получила прирост территорий за счет Украины, но вот строптивый регион Чечня, который, значит, всегда воевал и всегда был против России, значит, против своего нахождения в России, ну вот, пожалуйста, значит, получите свободу и распишитесь. Разборки в горах, на Кавказе, Дагестанцы против чеченцев и наоборот. А есть же еще третья там сторона, это так называемый федеральный центр, и в этом федеральном центре говорят, что, слушайте, так Кадыров плюет на Москву длительное время. Я тут раздобыл такой эфир, который прозвучал и был выдан миру, значит, еще до слов Кадырова о покровной мести. Значит, Кадыровцам в Москве начинают выставлять претензии не только покровной мести, там целый набор. Про нашу любимую республику Чечня, про переименования, которые там внезапно произошли, были ли они согласованы с Кремлем, и почему, если были, это согласование, скажем так, утвердили. А вот и не было это согласовано с Кремлем. То есть, Чечня под руководством Рамзана Ахматовича, соответственно, все, что было принесено Российской империей и запечатлено на картах, в названиях, то есть, это помимика, все это понемножечку убирается, убирается, убирается. То есть, это нормальный процесс государства, которое вышло из-под колониального гнета. И в данном случае, я говорю, у Чечни. Вы посмотрите, как они его боятся в Москве, заискивают, но все-таки пытаются как-то сказать, что Рамзан, что же ты делаешь, а? Ваше мнение, что делает Рамзан? Мне кажется, Рамзан строит свое собственное государство, султанат. У меня к тебе, Володь, такой вопрос. Мне часто предъявляют по поводу того, вот ты хорошую фразу сказал, дергать за усы, что я дергаю за усы и вообще развожу межнациональную рознь, когда поднимаю подобного рода темы. И, честно говоря, я даже недавно задумался, а может быть, действительно в этом смысле надо быть потише, зачем все это делать? Но разве можно пройти мимо вот такой новости? Не надо проходить мимо такой новости. Во-первых, у нас интернет-сообщество, которое все замещает и не даст это сделать. Ну и потом вот прятать голову в песок и думать только лишь бы, ну, не разжечь. Не надо разжигать. Вот не надо действительно разжигать, но здесь надо просто мягко заметить чеченскому руководству, что действительно не надо разжигать. И это говорят фашистские нацисты, которые забаррикадировались в Москве по поводу изменений названий. По поводу кровной мести они пока ничего не говорят, а делают вид, что они умерли. Ну, в смысле, их нет. А мы знаем, где они. Знаем, где комсомольская правда. Мы вообще все знаем. Ну, зачем вот на пустом месте? Вот зачем? Ну, как будто это такой пиар. Как будто действительно чеченскому руководству сейчас даже в смысле приятно, что мы все о нем говорим. А ему за это ничего все равно не будет. Да, ему все равно не будет. Но это таким образом даже не разжигание. Мы таким образом поднимаем авторитет Рамзана Ахматовича. Он же, в том числе, мы же ничего нового не говорим про него. Но мы снова говорим, что он на особом положении. Мы каким-то даже образом высказываем ему большое глубокое уважение. Потому что они все прекрасно знают, что российское законодательство на Рамзана Ахматовича и на Чечню не распространяется. А правила ГОР — это вот вопрос. В зависимости от того, что они скажут. Обидят Кадырова? Ну и все. И он им потом будет объяснять по законам ГОР, как правильно поступать. А законы ГОР, они такие вот суровые. Словами, может быть, не самыми приятными, но вот, пожалуйста, вся федеральная общественность сейчас просто снова качает головой и говорят, о, как силен Кадыров, если он может себе это позволить. Вернусь к вашему ответственности о том, что вы уверены, что в администрации президента это не было согласовано. А почему? Почему бы и нет, что называется? Ну, если Рамзан Ахматовичу нужно периодически подчеркивать собственный авторитет среди своих же граждан, то почему бы не давать ему такую возможность? Ну, например, такие гипотетические рассуждения для федерального центра. Вообще есть мнение, что Кадыров настолько обнаглел по российским меркам, что занимается не только переименованием, не только он создал свою собственную армию, но и вообще фактически демонстрирует, что не факт, что Путин главный в данном случае. И вполне возможно все эти истории с заказом киллеров, которые должны были пробраться в его дворец и убить Кадырова, якобы за это готовы были заплатить Керимов и, соответственно, другие товарищи из Дакистана. Это такая игра Кремля, что Путин этим занимается. Это Путин таким образом отправляет черную метку Кадырову. И это абсолютно не исключено. Вопрос в том, а вернется ли Кадыров из Саудовской Аравии, и б что он будет делать. Потому что у Путина все-таки есть некоторый объем инструментов для того, чтобы минусовать людей. И Кадыров, кстати, это тоже знает, поэтому он и готовится. Ну, потому что это не уровень, я вам скажу, такой. Такие решения, когда переименовывают станицу историческую вот прям вот так вот, я не думаю, что кто-то из чиновников осмелится это согласовать. Это, если и было согласование, то вы понимаете, с кем. То есть это уровень даже не администрации президента. Такие риски обычные или даже большие клерки на себя не возьмут, потому что это все же просчитывается. Они очень часто возмущаются по поводу положения русских где угодно. В Украине, в Таджикистане, в странах Балтии. Им не нравится, когда страны на своей территории размещают или убирают или иные памники, делают то, что они хотят, потому что это их страна. Маша Захарова подвывает на Луну, не закусывает и всякое такое. Но как только касается Кадырова, все они такие в полуобморочном состоянии. Странные у них какие-то подходы. Сколько было воя по поводу изменения названий, допустим, в Украине. Даже бомбы авиационные начали в результате бросать, в том числе на эти города, с переименованными названиями, с новыми названиями, точнее со старыми новыми названиями. А тут как-то тишина. не согласовано это. Кадыров это не согласовал. Кто бы мог подумать? То, что мы сейчас обсуждаем, то, что сейчас происходит в сети по этому поводу, ну, это не есть хорошо вообще для администрации. Которая, в общем, заточена на то, что у нас была тиша, благодать, и чтобы мы вообще не все, причем все не разжигали желательно. А тут, ну, зачем? Тогда резонно ожидать какого-то заявления со стороны администрации президента. Или, по крайней мере, реакции со стороны официальных лиц. Владимир Путин в таких ситуациях частенько выпадает на мороз и никак не реагирует. После того, как один из якобы руководителей российских регионов сказал, что на него не распространяется российское законодательство, то ничего. Была реакция Кремля. Не было реакции Кремля. Кремля. Они тоже там делают вид, что не умерли. Но мы знаем, что ВВХ еще нет. А зря. Может быть, было бы лучше всем. И чеченцам, и дагестанцам, и украинцам. Или неофициальные реакции со стороны официальных лиц. Такое тоже вероятно. Вы таких сигналов ждете или нет? В нынешних обстоятельствах тоже важный момент. Принято решение уже. Если бы это решение обсуждалось и переименований бы не случилось, я просто жду. Единственное, что сейчас Чеченская республика скажет, что еще до конца эта процедура не прошла. Это еще пока были планы переименовать. Мы это еще обсудим. То есть, таким образом, руководство Чечни таким образом покажет, что не все так. оно не готово согласовать, вообще говоря, это переименование, вот так бы говорить. Но я боюсь, что там уже решение принято, и федеральный центр скорее помолчит. То есть, они надеялись, что Рамзан Кадыров даст заднюю. Но Рамзан так не поступил. Младший Кадыров провел парад, и все они улетели в Саудовскую Аравию. Ну, в общем, дела у них там, принцы саудовские, и не только. Красные линии испытывают на прочность, что-то это все напоминает. И вопрос, да, вопрос, когда, не то чтобы это прекратиться, но когда, по крайней мере, будет похоже на соблюдение некого баланса. Потому что сейчас все больше это напоминает такую разбалансированную систему. Как вам вообще такая параллель? Словосочетание «красные линии» в российских реалиях – это, значит, символ слабости Путина. И в данном случае опять это произошло, что Рамзан Кадыров, принимая решение без согласования с Кремлем, рисует свои линии. Я не уверен, что они красные, вот совсем не уверен. Они, возможно, кровавые. Ну, месть же кровная, и линии должны быть такими. А кровь, она не всегда красная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова